Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Стали взрослыми и гуляют всю ночь. Выпускной на Ростовской набережной закончился с рассветом. Я давайте поприветствую друг друга бурными аплодисментами! Выпускники 2017! Здравствуйте вам! Пора определяться. В вузах разгоняется приемная кампания. Я очень люблю животных, поэтому я сюда пошла. Они все еще ткут и плетут, куют и лепят. Первый форум ремесленников Дона приняла Старочеркасская. Перед вами как раз женщина колала подкову и достаточно сильный и хорошо поставленный удар. Хотя она занимается музыкой на самом деле. Этой ночью ты почему не спишь? Никто из взрослых сказать не мог. Дети сами стали взрослыми и гуляют в выпускной. Ростовские выпускники собрались на набережной, где их развлекали изо всех творческих сил, угощая шутками Тимура Родригеса и рэпом Элвана. Давайте поприветствуем друг друга бурными аплодисментами! Выпускники 2017! Здравствуйте вам! Появление на ростовской сцене известного комедианта Тимура Родригеса стало большим сюрпризом. Организаторы до последнего держали интригу и не признавались, кто в этом году проведет последнюю школьную вечеринку. Попадаем? Да! Да, 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 попадаешь! Весело не только у сцены. По всей набережной устроены интерактивные площадки. Здесь и звездная красная дорожка, и модный показ, и караоке, и дискотека 90-х для родителей. По Дону прошли яхты. Своё чудо-шоу показали мастера флайборда. У нас очень крутой выпускной! Очень и очень. Донская столица по праву может гордиться выпускниками 2017-го. Мы вместе с вами будем строить новый город. Удачи вам! Всего самого доброго! Счастья вам! Здоровья! Дарья Серебрина готовилась к этой ночи несколько месяцев. Ведь у выпускника всё должно быть идеально. И прическа, и макияж, и самый главный атрибут вечера. Самое сложное было придумать платье. Да, но я думаю, мне это удалось. Отличница и будущей журналистке Илоне Полей придумать образ было просто, а вот воплощать его проблематично. Самое сложное, это, наверное, совмещать с подготовкой к экзаменам, потому что подготовка к самому выпускному должна была начаться ещё в мае. Ну, а тут ещё и экзамены. Просто потрясающе! Мы очень ждём Элвана! Просто и 60-я школа самая лучшая, невероятная! Спасибо большое за такой праздник! Появление рэйпера, которого выпускники сами выбрали себе в подарок голосованием, стало главным событием ночи. Этой ночью возвращаться домой до 22.00 не обязательно. Выпускники гуляли до рассвета. Дорогие друзья, Ростов-на-Дону лучший город земли! Галина Горлова, Александр Прохорцев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Донские абитуриенты не особо хотят быть агрономами и металлургами, но охотно сдают документы на педагогику, компьютерные технологии и авиастроение. В российских вузах стартовала приёмная кампания и продлится до 26 июля. Желающих получить благородную профессию ещё на одного человека больше. Рамазан хочет быть спасателем. И только что подал документы на факультет пожарной безопасности. В общество, конечно, помогает людям в тяжёлых ситуациях. То есть, наверное, этим она мне и понравилась. И, скорее всего, я вижу себя будущим участником. Ксерокопии паспорта и снился. Четыре фотографии и школьный аттестат. Весь небольшой перечень документов для приёмной комиссии. Особых изменений в правилах подачи нет, но есть новые специальности. Варвара – одна из первых подаёт документы на ветеринара. Я очень люблю животных, поэтому она сюда пошла. И поскольку всё, что есть, оно далеко от Ростова, а тут близко. Поэтому она очень была заинтересована. В ДГТУ в этом году появились новые направления. Виноделие, мультимедийные технологии, биотехнология, ветеринария. Из уже опробованных специальностей востребованы авиастроение и гуманитарные специальности. А мнение, связанное с сельским хозяйством, агроинженерия, вот может быть. Вот ещё, может быть, можно отнести туда, если на такой металлургии. Но зато поднялся спрос на педагогические специальности. В Южном федеральном университете также наблюдают интерес к педагогике, а ещё к дефектологии и новому направлению вуза – ядерной физики. В бакалавриате мы первый раз на неё ведём набор специально для Центра ядерной медицины, который планируется, что он будет в Ростовской области. Документы можно подать до 26 июля, принести или отослать по почте. Вузы рассчитывают, что в этом году число битуриентов вырастет в полтора раза. Инна Панфилова, Руслан Хамчиньев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Чтобы раз и надолго залатать свою крышу, не обязательно годами ждать капремонта. Нужно, чтобы текущая сверху вода надоела и захотелось последовать примеру жильцов Ростовского дома на космонавтов. Они обратились в госжилинспекцию, и та обязала управляющую компанию организовать ремонт в кратчайшие сроки. Каждый дождь для жильцов 12-этажки на космонавтов превращался в потоп. Через технический этаж вода текла на два этажа вниз, а капремонт по графику запланирован только на 2037 год. Жильцы обратились за помощью в госжилинспекцию. Специалисты приехали, оценили водопропускную способность крыши и выдали управляющей компании предписание – все отремонтировать. Латочный ремонт результата не давал, и на общем собрании жильцы решили собрать деньги на капремонт. Сумма нужна была большая – 700 тысяч рублей. Но тут повезло – нашелся спонсор. У нас жилец выкупил квартиру, новую квартиру купил, и он сказал, для того, чтобы, вернее, было решение такое, он ее хочет перевести в нежилой фонд. И для того, чтобы ее перевести в нежилой фонд, он, чтобы мы подписали документы, он согласился нам сделать ремонт крыши в половину. Половину наши средства, половину его средства. Вот за ремонт всей крыши. Он оплатил. Крышу всю нам сделали, все нормально. Работы выполнены в срок. И вот еще одна проверка жиринспекторов после дождя. Новая крыша не течет, а жильцы расплатятся за комфорт за 4 месяца. По информации украющей компании, получился ремонт в целом где-то 700 тысяч рублей, 350 – это средства спонсора, и 350 тысяч – это заплаты от жителей всего дома. То есть порядка 300 рублей с квартиры. Жильцы признаются, побаивались. Все-таки управляющая компания новая, работает только год. Деньги соберут и исчезнут, говорили некоторые. Поэтому решение было таким. Сначала работа, оплата потом. Стеклофлекс 4,5, сделано в два слоя, закатана с прижимной планкой, смета у людей есть. Акт выполненных работ подписывается на неделю, потому что она только-только закончена. Ну, как бы народ доволен. Те, кого заливало, верхние этажи, 12 этажи, на следующий день доволен. Новая крыша не пропустит ни капли минимум 8 лет, обещают строители. А жилинспекторы напоминают, жилищный кодекс позволяет решениям общего собрания провести капремонт раньше срока, определенного региональной программой. Конечно, дом требует к себе внимания постоянного. Конечно, людей не устраивает, что капитальный ремонт дома записан на 37-й год. Но здесь есть возможность у человека принимать самостоятельное решение. Если вы переходите на спецсчет, то тогда вы определяете капитальный ремонт дома, исходя из своих возможностей. Елена Ребжанова, Руслан Хамчеев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Самому соткать нить, выковать подкову, слепить кувшин бывает интересный в век 3D-принтеров. Первый форум ремесленников ДОНа собрал умельцев в Старочеркасской. И увлеченные мастера вернули гостей в давние казачьи и древнеславянские времена. Поясок должен быть от такой длины, потому что мы должны подпояться все, как мужчины, так и женщины, назад, потом вперед. Здесь мы должны завязать пояс, и он должен обязательно не менее чем на полметра спускаться. О модных тенденциях древних славян Тамара Андреева знает много. И не только как носить, но и как сделать под ткацким технологиям предков. Училась по книгам и статьям в интернете, пригодились и навыки бывшей профессии проектировщика. Правильно рассчитать будущие элементы и набраться терпения перед кропотливой работой. Ткет мастерится с помощью специального инструмента, бёрда и самодельных дощечек. Нити вот подтянули, проложили, а дощечки держим, чтобы они не рассыпались. Потому что или нити должны быть хорошо натянуты однозначно, как раньше ткали пояса, привязывались к столбу, привяжись и начни отсюда крутить. Ни один русский человек не ходил без пояса и очелия. Они служили оберегом от злых сил и были обязательными в гардеробе. Такую прялку в современном доме уже не встречишь. Последний раз она была популярна до 50-х годов 20-го века. Для начала нужно научиться крутить колесо в одну сторону, чтобы система начала работать, а затем уже приступать к нити. Очень тонкая нить демонстрирует мастерство рукодельницы. Долгими зимними вечерами казачки пряли из козьего пуха или овечьей шерсти нить для вязания носков, свитеров и платков. Они собираются на катушку, в дальнейшем с катушки перематывается нить на клубок и уже вяжется, а еще раньше их использовали даже и для качества. Садкав нить, женщина может и иглу себе выковать, уверяет кузнец Кирилл Комиссаров. Главное соблюдать технологический процесс, накалить металл, придать ему форму и охладить. Сила на самом деле нужна, разумеется, но не та легендарная кузнечная сила, когда человек может рельсы гнуть. Перед вами как раз женщина колала подкову и достаточно сильный и хорошо поставленный удар, хотя она занимается музыкой на самом деле. Все, что делают ремесленники, можно использовать в быту. Гвозди, подковы, инструменты для резьбы по дереву и коже, шило, рыболовные крючки и тренировочные метательные ножи для казаков. На самом форуме обсуждались насущные проблемы, как этот опыт передавать дальше. Любыми способами, может быть через образовательное учреждение, через учреждение дополнительного образования детей. При клубах, при ДК создавать некие, может быть, организации, да, своеобразные формы, чтобы действительно это не оставалось у одного мастера. На форум ремесленников приехали гости из Волгограда, Краснодара, Донецка и Луганска. Екатерина Лободина, Тагир Фатахов, ДОН-24, Старочеркасская. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова